Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Болсыновский. Я вам расскажу о том, что делается новое в школе Болсыновского. По сути дела, сейчас я более подробно разъясню, школа состоит как бы из трех этапов. Это для новичков, средний уровень и вот третий проект, который я сейчас делаю. А может быть на данный момент, когда вы смотрите видео, он уже запущен. Сегодня 27 марта 2017 года. Вот я его, думаю, скоро запущу и дальше будет он развиваться. Сразу скажу, зачем я пишу это видео. Чтобы вы могли наблюдать, вы можете подписаться на канал. Это видео ссылка. Должно быть в конце видео. И чушто набираете python-tut.ru И здесь вы найдете значок и просто подписывайтесь на канал, где можно будет следить за развитием этого канала. Здесь новости, будут уроки далее интересные, открытые, закрытые. Ну, в общем, интересно. Теперь я бы хотел рассказать об устройстве школы. Она состоит из определенного количества сайтов. Для самых маленьких есть сайт pro365.net. Здесь очень простым языком, грубо говоря, на пальцах, без совершенно сленга программирования, рассказывается Python 3 для новичков. В принципе, материал доступный, чтобы начать программировать на Python. Этот курс входит бесплатно, когда вы покупаете доступ в школу spb-tut.ru Сайт spb-tut.ru – это уже школа среднего уровня, то есть школа накопления опыта. Обучение здесь довольно очень понятное, очень подробное. И смысл его заключается в следующем. Вы покупаете пожизненный доступ. Если проходит акция, то вы покупаете доступ не только к кабинету. То есть кабинет выглядит следующим образом. Кстати, значки расположены так, как бы я рекомендовал изучать. И, допустим, вот Python с нуля. И пошли на этот сайт. Вот, вошли. Смотрим первые уроки. Далее пошли Python с нуля. Все уроки на одном листе. То есть все подробно. Далее пошло у нас Django. И пошло все по шагам. Здесь в основном вы работаете с сайтом самостоятельно. А далее, что непонятно, мы заходим и спрашиваем в группе. Не надо щелкать группу отдельно практически. Почему? Потому что в шагах, где это необходимо, вставлена сразу рубрика на группу. И так далее, и так далее. Как мы видим, в школе есть Python ООП. Начали и будет продолжаться углубленное. Есть. Также в школу входит Python for Android отдельный сайт. Авторская система продаж. Многим очень нравится. Python Big Data. Я думаю, что ближайшие 5-10 лет эта тематика будет самой главной. И вот я добавил проект. На данный момент делится эта социальная сеть. То есть то, зачем эта видеосылка. Видеосылка, я говорю ссылка, потому что моя цель направить вас на сайт Python Тут, чтобы подписаться и следить за новостями. А вот этот сайт 3-й, это уже, вот смотрите, если на сайте, сейчас я справа, сейчас я позакрываю. Давайте еще раз я проговорю. Итак, еще раз повторюсь коротко. Pro365.net это для тех людей, которые полные нули. То есть человек полный ноль, очень простым языком, проходя курс, ну не знаю, за 4 года практически не было вопросов. Хотя я уже создал рубрики в группе тоже для обсуждения новичков. Да, обсуждают мелочи, но в принципе все понятно, потому что объяснение настолько подробное, насколько уже не придумаешь. Далее, второй сайт. spb-tut.ru Но как правило, если есть скидка, то вы получаете здесь доступ к другим еще сайтам. Python for Android и так далее. Это средний уровень, где вы накапливаете опыта. И вот третий проект задуман. Python Тут. Python-tut.ru Это проект, который, цель которого в первую очередь коммуникация. То есть здесь каждый человек, кроме того, конечно, основную роль, это я буду заполнять курсы, показывать пример. Но каждый человек может создать курс. И здесь цель вывести человека уже на выполнение заказов. То есть человек может создавать курсы, делиться участниками с курсами, создавать, как бы, создавать коммуникации с теми людьми, которым интересна эта тематика. Здесь будут тематики совершенно разные, любые. Ну, основные тематики, я хочу все-таки сюда еще C включить, Python и C связку, я лично. А кто-то будет здесь вообще роботами заниматься, кто-то Django, кто-то будет писать графические представления. Цель проекта, еще раз повторяю, это рост, обсуждение профессиональное, создание своей команды для того, чтобы именно выполнять проекты уже за деньги. Это более профессиональный уровень. Для тех, для новичков, скажу, то есть этот проект от вас никуда не убежит. Вам в любом случае надо идти в школу, в средний и начальный уровень, чтобы накопить опыт, первичный опыт. Школа дальше будет продолжаться вестись и расширяться. Но, как вы видите, если здесь вы накапливаете опыта, обсуждаете вопросы в группе с другими людьми, когда что-то не получается, то здесь уже более интерактивная структура. Я его на данный момент пишу и будем говорить так. Вот сегодня, например, записывал урок по созданию системы комментариев вообще в школе. Да, то это, конечно, было совсем просто, потому что сам по себе вот этот проект, он здесь все немножко посложнее. Здесь посложнее, здесь мы используем абстрактные модели, здесь посложнее представление. Но я к чему это говорю? Ребят, а все это вы будете уметь. То есть, именно это я и хочу сказать, что я обязательно расскажу, как создавать общие платформы пользования, то есть создание социальных сетей. По сути дела, надо понять, как создать один, грубо говоря, одно приложение, остальные плюс-минус, все делаются по типу. И у Django есть все инструменты. Итак, давайте я покажу пока смысл. Я еще только начал писать подписки. Пока написал создание курса, довольно удобное. Как только создается курс, человек может это все у него в кабинете. Мои курсы редактировать, удалить, добавить, удалить уроки. То есть, количество уроков. И как только добавлен хотя бы один урок, появляется управление контентом. Управление контентом довольно удобное. Сейчас, здесь оно внизу в браузере. То есть, здесь человек может добавить, например, код. Я вставил плагин, допустим, Python очень удобно выбирать. Далее, код, загрузить картинку, вставить видео с YouTube, просто ссылку, прикрепить файл. И все эти вещи может редактировать. Это пока просто пробная версия. Далее, у него шаги. Если он, например, написал там в конце шаг 1 на 1, то он все шаги может легко... Значит, ой, я не здесь. Он может передвигать. Передвигать. И так далее, и так далее. Далее, человек, который смотрит курсы. Просто я пока не добавлял курсов. Он может посмотреть там все курсы. Вот там Django, Python C, например. Перейти к курсу. И уже смотреть шаги. Просто пока не заполнено, так как я чисто это пока так. Значит, это только начало. Далее будут подписки и так далее, и так далее. Портал запустится. Дальше будет делаться по ходу. Значит, в чем смысл? Еще раз повторяю. Смысл проекта интерактивная онлайн-система обучения программистов Python заключается в том, чтобы вырасти уже в программиста, который может делать проекты на заказ. И цель данной системы, еще раз говорю, это найти единомышленников, создавать свои курсы, то есть контент, обсуждать эти курсы с другими, группироваться. Вы одно делаете, человек другое, третье. То есть расти. И при этом, так как люди разными интересуются, вот в школе, да, я вижу, кто-то делает здесь по группе, я вижу, выкладывает, кто-то графические интерфейсы, кто-то джанга. То здесь уже все более удобно. Вы сможете создать, подписаться на человека, обсудить с ним и так далее, и так далее. Сохранить код. То есть, понимаете, как бы идет постоянный процесс. И при этом, если вам понадобилось, например, Android, а я здесь собираюсь огромное внимание Python for Android уделять, я лично, да, вот вы собрались это делать, вы раз посмотрели мои уроки, и вам надо приложение для вашего сайта на Android, то вы уже посмотрели и делаете. Хотя начальный уровень по Android. Есть отдельный сайт, как я сказал, Python for Android, который необходим, если вы собираетесь работать с Android, то есть где можно въехать, понять, как работает Kiwi, и в данном случае приложение очень крутая вещь на Python, да, в котором можно сделать все, что угодно. Если мы посмотрим, то вообще все, что угодно. Это и графика, и программы, и бизнес-процессы, все, что угодно. То здесь идет накопление опыта. Я надеюсь, мне удалось, то есть удалось донести смысл и структуру школы. То есть школа состоит, подведем уже итог, из сайта pro365.net, где идет информация для тех, кто полный ноль. Ну, за сколько лет все начинали программировать? Все. Ну, я не знаю, потому что надо просто смотреть уроки и делать, а программировать будет здесь каждый. Смысл данного сайта, данных уроков, это научить человека понимать справку, понимать книги, научить писать код, то есть начать программировать. Здесь уже практика. Мы четко с вами понимаем, spb-tut.ru, что настоящее программирование приходит тогда, когда мы изучаем конкретно новую библиотеку какую-то. Не новую, а вообще практическую библиотеку. Здесь мы очень подробно изучаем Django. Я вам скажу честно, что Django довольно, может, непростая вещь. Но просто после Django, например, там PyKT, все кажутся очень простыми вещами. Поэтому и веб, это все-таки веб. Хотя я сказал, что мы здесь занимаемся Python, OVP и Kiwi for Android. При этом, допустим, приступать к Kiwi, к тому же надо объектно-ориентированное программирование уже по крайней мере на небольшом уровне знать, но вообще уже надо немножко разбираться. Потому что именно это для Kiwi. Там это архиважно. А вот, допустим, на сайте Pro365.net мы въезжаем в OVP достаточно для Django. И заканчиваю мысль тем, что данное видео, это видео-ссылка, в которой вы можете подписаться на канал, конкретно канал, значит, этого сайта. У меня просто сейчас немножко здесь другой. Я открою. Вот у меня в другом браузере для этого открыт. Именно там у меня другой аккаунт в Gmail. Вот. И вы можете подписаться на канал YouTube, на Django Python сможешь и ты написать. И следить. Следить за развитием сайта. И далее здесь будут уроки. Ну что ж, ребят, спасибо за доверие. Напомню вам сайты школы. Значит, первый сайт Python, то есть Pro365.net, он входит при покупке spb-tut.ru. spb-tut.ru для вас сайт вот так, школы. Это будем считать средняя школа, где вы накапливаете уровень практики, чтобы вам было что обсуждать, чтобы вы могли уже делать проекты. Здесь мы делаем свои первые практику. Мы здесь, ну вот, проще, наверное, показать, чем рассказывать. Вот, допустим, Александр Проценко. Просто я добавил это. Тут уже после него были люди, все никак руки не доберутся. Их, ну, некуда на первую страницу. Вот он когда-то написал, да, что... Вот пример даже с Центром медицинской комиссии. Делал сайт по ходу изучения ваших курсов по Джанго. Пришлось изучить Джанго за две недели. Спасибо вам, Валерий. Ваш курс по Джанго очень выручил тогда. Единственный, достойный никакой воды. И человек делал проект на Джанго. Вот, ему надо было быстрый проект. То есть, изучил и заработал деньги. Значит, и третий проект, который сейчас делается, а может на данный момент сделан, это python-tut.ru. Это, по сути дела, это и есть социальная сеть. Но смысл в том, что когда вы изучите средний уровень, вам будет понятно, то мы обязательно с вами разберем код, как делать именно социальные, модуль социальных сетей или пространство для общего пользования. То есть, чтобы пользователи могли подписываться, в общем, совместно использовать сайт. И все это... Одно дело скачать приложение, согласитесь, а другое дело, когда вы это пропишите, сами будете понимать, это намного интереснее. Я могу сказать на сегодняшний день по пользователям. Вот я пишу, когда пользователи пишут. Можно почитать письма истории, либо нажать последние 10 историй. Значит, почитать здесь их много на самом деле. Я на сегодняшний день могу сказать, что школа Буфсановского, а я и есть Валерий Буфсановский, то есть моя... Это самое подробное объяснение в сети. Ну, конечно. Может, кто-то считает излишним. Например, вот рассматривал я сейчас создание комментариев. То есть мы делаем блог с вами, да? Мы делаем с вами блог. Это в той школе проходим. И сейчас начали создавать комментарии, систему комментариев для вашего блога. Ну, модель небольшая. Ну, согласен. Да. По сути дела раз-два плюнуть. Ну, нашел я, нашел я час 10 рассказать про эти несчастных 6 полей. Почему? Я рассказываю так, чтобы человек уже мог пользоваться, мог применять и мог писать. Конечно, можно написать это то, это то, это то. Мне бы это было понятно. Но новичку это ни хрена, извините, на выражение не будет понятно. Поэтому мы разобрали каждый фрагмент кода, и тогда вот человек, который писал, он в следующий раз это легко напишет сам. Тотальное объяснение, это и есть школа Бавсуновского. Я за эти годы убедился, да, у меня есть своя определенная аудитория, кому-то нравится, кому-то нет. Но вопрос в том, что я делаю это от души. В школах, вообще, если взять в школу все сайты, уже более 10 суток видео. Я просто больше уже не иду, так как, ну, сегодня час добавился, завтра час, то есть уроки добавляются постоянно. И моя цель, ну, может быть, более размазанная, эмоциональная, но у меня сейчас было две цели в этом видео, чтобы вы узнали о новом сайте, и следили за ним, могли подписаться, если получать новости, да, если вы заинтересованы расти. А если вы смотрите это видео, значит, вы заинтересованы. И второе, рассказать структуру школы. По сути дела, она и создавалась от нуля, средний уровень, и чтобы вывести человека к проектам. И вы знаете, вот два комментария, которые мне запомнились. Парень недавно писал, я не знаю, включил я его или нет. Сейчас посмотрю. А, вот, включил. По сути, ваша школа в этом роде единственная, так как на просторах нашего интернета бродит лишь отрывки перевода Django Book, либо инфа уже для подготовленного программиста. Надеюсь собрать инфу у себя в голове. Вам спасибо за большие трубы, труды. Виктор Сенаторов. Я это очень хорошо понимаю. Ребят, ну как, вот вы меня сейчас поймете. Я в 2009 году два года не мог войти в язык. Ну не понимал. Ну не было человека. Я думаю, боже мой, ведь дальше все понятно. Написал первое приложение, да. Понятно, одно за одно цепляется. Но войти в язык сложно, когда человек не программировал. И тогда я создал вот эту школу. Я сделал на Pro365.net такой курс, чтобы понял каждый. И люди понимают. Годами проверено. Тогда я пошел дальше. Следующий сайт. Я здесь понимал. Здесь надо уроки выложить. Первый, второй, третий, пятый. И поехало, и поехало. То есть, да, человек хочет въехать в Джанго. Во-первых, он здесь основы. Далее, человек здесь проделывает уроки. И пишет свое первое приложение. То есть, ему действительно понятно. Вот для этого человека, который прошел этот курс, действительно можно просто написать здесь комментарий. Вот я посмотрел код. Мне и писать, извините, ничего не надо. Я посмотрел код, потому что у меня опыт есть. Так вот, сейчас пойму смысл школы. Я посмотрел код, и для меня читаем. Название модели пояс, пост. Далее, наследуем от модель, с модель 4NK. Значит, отношение многие к одному. Относится к модели пост. Значит, создаем обратную связь с названием comments. Следующее поле у нас name, модель, малое текстовое поле. Ограничение длины 8 символов. Следующее поле у нас называется email. Наследуем от моделей. Используем поле email fill, которое предусматривает проверку полей. Которое предусматривает проверку email. Далее, поле, я для себя назвал это сам текст. Это большое текстовое поле без ограничения. Далее, у меня идут два поля. Created models. Наследуем поле Django Data Time Field. Auto and off. То есть, автоматическое обновление даты. Это булев параметр. Включен. То есть, я включил автообновление даты. При обновлении записи, запись будет дата автообновляться. И далее, в активе это я задумывал себе, что если будут комментарии, которые мне не понравятся, я могу их сделать неактивными, убрав галочку. А по умолчанию стоит галочка истина. То есть, булевого поля. Далее идет класс мета. Это настройка модели. В данном случае, это у нас сортировка. Сортировка идет по полю создания модели. И далее, читаемый формат. То есть, метод CTR для Python 3. Где я применяю Python формат. Обычный два словаря, где я потом прописываю это два словаря. Первое идет формат. Далее, ссылка символическая на объект. Значит, выбираем по полю name и выбираем к посту. То есть, по сути дела, запись к посту. Все просто. Да, действительно просто. Но после того, как я создал несколько сайтов, мне просто. А вот дойти до этого просто. Надо дойти. Поэтому, извините, ребята, действительно в интернете сегодня нет материалов. Почему? Последовательных. А у меня они есть. А потому что их, они создаются с 2013 года. Это каждый день я по несколько часов пишу уроки. И получил благодарности уже от многих сотен людей, которые начали программировать. Дальше, когда человек взял код, он уже спокойно может и пайкоте взять, и то, и другое. То есть, я вижу, ребята, что не делают. Разное делают. Вот. Поэтому, вы знаете, а вот сейчас, сейчас созрел проект. Потому что ребята выросли. Уже как бы у кого, кто средний уровень прошел. А я смотрю, что приходит довольно много еще программистов. Ну, был человек, допустим, на языке PHP, и надо быстро джанго изучить. Он посмотрел уроки, он быстро соображает. Но, тем не менее, здесь я хотел делать, но сделал просто создание статей. Да, вот смотрю, уже ребята потихоньку начали там заполнять тот же REST. А у меня, а у меня тоже стоит вот в душе вот эта цель. И я понимаю, как это сделать. И хочу показать соединение киви и джанго. И буду показывать вот уже на этом новом проекте, Python Тут. То есть, и в школе я вижу, есть люди, которым интересно киви, интересно джанго. То есть, через REST. И начали просто ребята выкладывать потихоньку статьи. То есть, им тесно стало. И, конечно же, вот в этом проекте уже люди смогут собираться в группы. По сути дела, подписываться, следить за новостями, какой код делает человек. В общем, развиваться эффективно. Грубо говоря, через пень колоду наплел всего. Но, наверное, я и задумал это видео более эмоциональным. Поэтому на меня не обижайтесь. Я человек эмоциональный. Уроки я, когда провожу, они у меня подробные, конкретные. А здесь просто хотелось рассказать. Извините, где-то и похвалил себя. Кто-то меня ругает за излишнее то, что много информации даю. Кто-то доволен. Ребят, меня не изменишь. Я добросовестно каждый день работаю для того, чтобы пришли люди. И эти люди уже, их десятки, которые начали делать свои проекты, которые пришли с нуля, изучили язык и приобрели профессию. Дальше все зависит от человека. Но вопрос в том, что легкий вход в язык, обсуждение, ответы на вопросы никто не обзовет в школе. Я зачем, главное, слежу. Чтоб никто никого не обижал. В мире и так куча обид. Понимаете? В школе нельзя ни потрунивать, ни, значит, обижать человека. Можно только помогать. Потому что обидеть всегда легко, а помочь сложнее. Для меня это главная задача. Ну и больше девчат начало приходить. Это очень здорово, потому что у Пайтона все-таки больше мужское лицо. Но мне очень нравится, когда приходят девчата. Поэтому, чтобы у Пайтона было и женское лицо. Вот, ребята, я рассказал. И поэтому в описании, еще раз говорю, будет ссылка на новый канал и на этот сайт новый. новый, да? Python2.ru-tut.ru Сразу говорю. Школа платная, сайт будет платный. Но если у вас есть доступ к школе пожизненной, то, ну, будет копейки стоить там на год. Совсем копейки. Для чего я делаю платно? Ребят, ну, я не ставлю цель весь мир. Вот если я помог там 100 человекам, да? Там 100, 200, ну, больше на самом деле. То я выполнил свою работу. Бесплатный проект не буду делать, потому что тысячи, тысячи нарегистрируются, да? И будут только загружать сервер. Я сторонник того, что пришло 100 человек, да? Но те, кому это интересно, это ему нужно. И тогда вот как здесь в школе, да, ребята обсуждают. Но это все люди единомышленники. Понимаете? Тут зевак нет. Именно единомышленники. Это здорово. И вторая цель, ну, само собой, для... Деньги небольшие, для актуального поддержания проекта. Вот. Но, по сути дела, это все равно дешево. Тысяча, допустим, стоит пожизненный доступ 1990. Где вы получаете доступ к 10 суткам видео. При этом вы хотите сегодня посмотрели, завтра, то есть в своем темпе. Обсудили. Извините, сегодня столько стоит час репетитора. У меня раньше была услуга, но сегодня я это практически не делаю. Да, если я сам лично занимаюсь, то тогда 20 тысяч в месяц. Просто нету времени. Все, ребят. Рассказал, что хотел. Фондю любит тебя. Фондю любит тебя.